Ну это пипец, девочки, сейчас собираюсь вам видео снимать, блин, с фикс прайса, я забыла, а то, что здесь мороженое лежит. И уже пакеты эти лежат сутки, прикиньте, я беру, капает что-то, а тут мороженое, просто кошмар. Ну оно, фу, мне даже противно смотреть. Оно просто течет, но, естественно, это бляха-муха, это такое вкусное мороженое, но оно уже протухло, наверное. Ай, ну как мне... Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, да, сегодня у нас будет фикс прайс, и как вы уже поняли, просто произошло вот такое вот ЧП. ЧП это моя дурная голова, из которой все просто вываливается, и да, я приношу обычно пакеты, покупки, ставлю их, и потом жду, время нахожу, когда я смогу снять с вами видео. Но я совершенно забыла о том, что там было мороженое, представляете? И главное, я быстрее в тот день бежала домой, то есть это было вчера или позавчера, я бежала домой, чтобы скорее-скорее принести это мороженое в морозилку, я полностью забыла, и более того, вот эти пакеты все стояли, как бы, понимаете, и ничего не капало, ничего нигде не давало знать об этом, я пакеты не переставляла, слава богу, они на столе стояли, они до этого на диване стояли, на кресле, потом я их на стол переложила, и, короче, вот-вот-вот вам, пожалуйста, да, мороженка. Я расстроилась, что мороженка нету, и, конечно же, я расстроилась, что здесь все теперь липко. Я сейчас все помыла, но придется еще раз помыть, потому что это не так легко все вымывать. Ладно, давайте я вам покажу из того, что я купила, у нас будет здесь и еда, и новинки фикс прайс. И еще я вам хочу сообщить о новости, а я не думаю, что это плохая новость, это хорошая новость. Просто нужно сделать маленькое-маленькое движение и посмотреть в инфобокс, подписаться на мой второй канал. Почему? Потому что я планирую перенести все видео о фикс прайсе на свой второй канал. И сегодня я делаю это видео для того, чтобы вам это сказать. Кто в первый раз, посмотрите, да, как я снимаю, что я покупаю, мой вкус. О, боже мой, это что же за любовь-то такая? Ты что, меня любишь, что ли? Я тебя очень люблю. Я очень люблю. Очень люблю, ты мой сладкий, так прибежал, мама просто поцеловала, так, я какое счастье. Все, маме видео не надо даже снимать. Ну все, беги, да? Критенок растет мой. Вот, и я хочу перенести все видео о фикс прайсе на второй канал, поэтому кто любит мои видео, кому нравится, как я их снимаю, все то же самое, только на втором канале. Ничего для этого не нужно, только подписывайся на второй канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а сейчас приступим. Так, первый пакетик, который я купила, вот здесь, да, второй пакетик я чуть-чуть разобрала, чуть-чуть попозже покажу, что там, потому что там немножечко все такое грязненькое. Итак, давайте сразу начнем с новинок. Зай. Мам. Ну ты манипулятор вообще жесткий. То есть мама говорит тебе, иди, иди, иди ешь конфетки, смотрите, Лидиса, и тут целоваться лезешь ко мне, видишь, как мама реагирует, да? Да. Петруля. Итак, давайте еду оставим на потом, чтобы я потом чисто тупо хрумкала, да? Итак, первое, что я хочу показать, это книжечка, в Экспрессе вообще очень много книжек, на самом деле, крутых. Я бы, честно говоря, просто бы взяла всю эту полку с книжками, перенесла бы себе и потихоньку бы читала. Реально, очень интересные названия и все такое. Ну, вот я себе выбрала, здесь цены напишу, сколько стоит книжечка. Экстремальный тайм-менеджмент. У меня деловой бестселлер. Авторы Николай Мрочковский и Алексей Толкачев. Слушайте, у меня проблемы, на самом деле, с выстраиванием менеджмента, ну, времени, да, моего распределения. Я знаю, что я могу больше, я знаю, что я и так, в принципе, умею выделять время на все, что мне нужно, да? Но порой, знаете, какое-то залипание куда-то, да, или там мысли куда-то отводят, или вообще мотивации где-то что-то. Вот с этим все хромает. Хотелось бы, знаете, как-то все на поток, что ли, поставить, на четкость какую-то. Вообще, когда я начинаю планировать свой день, просто, да, вот сегодня я хочу сделать это, это, это. У меня какой-то день получается насыщенный, и все получается. А бывает, если ты немножко слабину отдаешь, вроде собираешься, и какое-то все хромое получается. И, знаете, я беру вот эти книги не только потому, что там расскажут, там, вот так делайте, вот так. Во-первых, они немного вдохновляют, да, какой-то новый подход, новый взгляд, да, и человеку, который так живет. Он же не просто написал эту книгу, там, непонятно откуда брать мысли, да. То есть у него какой-то опыт, многим людям помог. Всегда такие книжечки вдохновляют. Плюс ты можешь всегда для себя найти какие-то интересные новые фишки, да, как управлять своим временем. На самом деле это искусство, и я считаю, что вообще многие дороги откроют для тех, кто умеет управлять своим временем. Потому что его действительно очень мало, и я всегда жалуюсь на то, что мало времени, мало часов в сутки. А это просто потому, что я не умею им управлять. Я взяла такую маленькую книжечку, и я очень хочу ее прочитать. Да, я на самом деле люблю покупать книги больше, чем я люблю их читать, но я надеюсь, что ее я оселю быстро. Так, что еще здесь новенького? Кстати, спрей для волос, термозащита, несмываемый, уход без утяжеления. Это тоже новиночки, там было три вида. Я взяла именно термозащиту, потому что я давно хочу себе термозащиту, но все, что я покупала, как-то склеивают волосы. Я не понимаю вообще, что они туда добавляют. Оно работает, может, как термозащита и какой-то фиксатор еще, но зачем мне фиксатор на просто длинные мои ровные волосы? Если бы у меня были какие-то кудряшки, или я делала какую-то укладку объемную, то одно дело, да? Но я этого не делаю, и мне хочется просто термозащиту без всякого слепления. И я так посмотрела, что вроде какая-то жиденькая водичка, вроде бы... Короче, надо попробовать. Мало того, что в фикс прайсе стоит недорого. Короче, это термозащита, плюс там было увлажнение, и плюс там было еще что-то, питание какое-то. Я выбрала термозащиту, потом решила все это понюхать. Девочки, на самом деле термозащита приятнее всего пахнет. Там одно какое-то увлажнение пахнет вообще какой-то химозой. Вот здесь... Здесь запах прям приятненький, знаете, он такой сладенько-свеженький, да? Один вообще какой-то химией даже пахнет. Ну реально, когда химию, знаете, так делают, пшикают, вот мне кажется, вот оно так пахнет. Ну и третий, он такой там между тем и тем что-то был. Короче, я выбрала то, что надо, и я хочу сделать отдельный обзор, то есть, да, там прям всю консистенцию, все дела, как на волосах, как после сушки волос. Вот это вот все хочу отдельно протестить на втором канале. Дальше я купила еще одни трусики. Девочки, реально трусики Best the Best. Вот эти вот, обалденные. Реально под черное, под белое. Мой размер 44, вот я взяла. Хотя у меня вообще S-ки размер, даже XS-ки, именно трусок. Вот, но здесь они мало мерят. Или больше мерят. Больше мерят, да? Получается, нет, мало мерят. Короче, что они делают, если я взяла 44 размер? Правда, это нифига не мой 44. А, мало мерят. Да, надо брать побольше, если мало мерят. Да, мало мерят. Я взяла еще двое, и то я взяла бы их больше, просто там было двое 44 размера. Реально крутые. Но они просто вторая кожа. И мало того, что вот ни швы, ничего. Ну, очень круто. Я прям, если я беру второй раз, то это реально крутые трусы. Так что я вам советую. Цвета есть еще другие, но я беру именно бежевый. Почему? Потому что он сливается с моим цветом кожи. И просто, считай, я без трусов. Вот. Ну, вот как я приложу трусы к лицу. Как вам понравилась фраза в прошлый раз, да? Хотите купить идеально бежевый цвет, прикладывайте трусы к лицу. Так, что еще? Из вкусняшек. Ну, вот это я пробовать не буду. Это я вам уже показывала. Это я люблю. Беру. Что-то я так быстро это ем. Иногда думаю, ой, там, наверное, есть. Потом смотрю еще, думаю, неужели нет? Неужели съела? Я даже так ем, что даже не замечаю. Ну, вот это я люблю. Это я беру постоянно. Мне нравится состав. Здесь очень, ну, как бы, хорошенький, да? Ну, вроде бы, как полезненько все такое. И тут цельный овсяный хлопья, и воздушный рис, и сладкая клюква, и изюм, как бы, да? Красота. Вот. Ну, у них один вид, а я, кстати, у них видов очень много. Печенье мюсли с шоколадом, печенье мюсли с яблоко-корицей, есть мюсли с тыквенными и льняными семечками. Я бы, кстати, попробовала его. Но в Экспрессе продается один вид, именно вот с клюквой и изюмом. Ничего другого я не видела. Скажите, кстати, видели ли вы? Так, видите, задела немного мороженое. Это вообще в другом пакете лежало. Как оно могло задеть, блин? Аккуратно надо положить, не выпачкать. Так, мама всегда мне говорит, вот эту соль покупай. Вот, я ее и покупаю. Вкусная соль, мам, я купила, если что, дома есть. Так, и из новинок, то, что мы не пробовали, это вот, короче говоря, вот такой вот сэндвич. Я сначала не поняла, я думала, что это просто, знаете что, просто хлебец. Но нет, здесь сэндвич из ржаных хлебцов с начинкой из сырой пряностей. То есть, получается, что там два хлебца, а между ними реально какая-то прослойка. И оно лежало не в холодильнике. Надо попробовать. Попробуем сейчас это. Дальше еще какая-то новинка из еды. Крем-мед с имбирем. Вообще, крем-мед, там еще малина есть, малина с чем-то, да. У меня такая есть, я где-то ее брала, и в итоге я там пару раз ее съела, она стоит. Она вкусненькая, да-да, ну, знаете, вот либо мы мед едим, либо варенье, а вот этот крем-мед, что-то мне особо не зашло. Но с имбирем я решила взять попробовать, потому что здесь такая маленькая штучка. Просто мне интересно, имбире, честно говоря, не люблю, но, например, имбирное печенье мне нравится. Там совсем другой вкус имбиря, понимаете? Поэтому я думаю, надо попробовать крем-мед. Состав здесь нормальный, кстати, да? Тоже попробуем. Сейчас состав найду. Ага, состав. Крем-мед, корень имбиря, измельченный, сок имбиря. Все, прекрасный состав, значит, надо пробовать. Если вкусно, то надо брать. Так, сейчас я приду еще, вот, что у нас там лежит? Ой, что я тут взяла-то? Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Кошмар, кошмарыч. На пакетик положу. Так, короче, я взяла, девочки, вот такие вот батарейки, набор. Где-то я уже такой набор батарейок брала, но их, короче, не найти, поэтому я взяла еще одни. Они стоят всего 55 рублей, вот написано. Здесь, кстати, девочки, что хорошо, это не просто набор каких-то вот таких батарейок. Они здесь разные. Я первый раз увидела. Немножко залило мороженым, да? Они здесь разные. То есть, здесь такой набор. 20 на 16 две штуки. Это тоненькие, да? Чуть потолще идут. 20 на 25 две штуки. И 4 штуки 20 на 32. Кстати, 20 на 32, они чуть толще, они более универсальные, больше подходят всему, да? Но я купила гаджет малому на Алиэкспресс. Покажу вам тоже на втором канале, прикольный. Вот, и туда, по-моему, тоненькая нужна батареечка вот такая, ну, 20-16. И я ее взяла. Так, короче, взяла батарейки, да. Дальше, смотрите, что. Па-бам! Вы это видели, девочки? Это скакалка, которая отмеряет время, сколько ты скачешь. Я так давно хотела такую. Так, надо ее как-то отсюда вытащить. Оторвать, порвать. Как всегда, я не взяла с собой ножницы. Ну, кто знал, кто знал. Пошла за ножницами. Кстати, вы не смотрите, что у меня, может быть... Сейчас чутка поправлю. Может быть, это... Тональный? Подходит вообще к лицу моему? Отличия нет особенного? Я тональный сегодня использовала, который мне дарила моя Ленусик Хэппи. Просто у меня высыпало немного, и мне нужно было чем-то как следует замазать свое лицо. Вот. И я взяла этот тональник, но у меня свет как бы не особо видно, насколько сильно отличается. Сейчас, может, я снимаю вам видео, а у меня тут вообще разносол. Смотрите, тут какая-то еще железка. Интересно. Так, это мы откручиваем. Все в морожене просто. Мне нужно стирать эту прыгалку. Она вся мокрая, потому что. Вот я о чем говорю. Вот такая железка, девочки. Что это такое? Она откуда-то выпала, может быть? Нет, не выпала. Она вот здесь, внизу. Вот такая железочка. Видно? Вот она. Она ездит вот так. Тудынь-сюдынь. Все. Здесь у нас идут вот такие мягенькие, мягенькие ручки. Здесь у нас идет вот такая кнопочка. Каждый раз, как мы ее нажимаем, получается нули. Ну и надо попрыгать. Я попрыгаю попозже и вставлю вам сюда свою реакцию на эту прыгалку. Знаете, кнопочку нажимаешь, как-то здесь все вот такое шаткое, знаете. Ну, как бы механизм на, да, на 199 рублей. Но я думаю, что если брать подороже, то там будет как-то все почетче, что ли. Поинтереснее. Ну, в общем, надо попрыгать. Я не знаю, конечно, может, это какая-то плохая затея вот здесь в доме сейчас скакать. Ну, я сейчас попробую. Просто посмотреть хотя бы, как она... А у меня здесь места вообще хватит? Короче. Резет. По нулям. Все. Прыгаем. Я ничего не прибью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверяем. А она мне 11 показывает, смотрите. 11 показывает. Ну, фокус, фокусни. 11. Видали? Давайте еще раз. Как много у меня, кажется, здесь места, ребятки? А вот, Ляня, пока я тут трусила, один появился. Ноль. Нет, все, по нулям. Верьте мне. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девять, девять, девять. А вот 21 показывает. Ну, нормально? Короче, здесь какая-то лажа на один. У кого девочки такие же были, скажите. Левая, правая, все правильно делаю. Короче, вот такой косячок один. А так, в целом, классно. Так, дальше что? Взяла свои любимые вафли. Давно я их не брала. Что-то я в последнее время напала на сладости. Стала носить короткие топы. Знаете, животик открывать как бы. А животик растет и растет. Пора переставать все это жрать, конечно. Но пока не удержалась, я взяла сахарные домашние вафельюшечки. Я их люблю. Так, счету еще. Счету еще. А, я вам не показала чипсы. Слушайте, я не удержалась. Чипсы 5D. Все они воздушные, сделаны подушечками. Я еще хотела взять третьи, девочки. Но я уже думаю, ну вообще перебор. Короче, сметана и лук. 4 сыра. Вот мне кажется, форма другая. И прям вкус совсем другой. Там вообще был барбекю, что ли, или вот что-то такое там. На мангале, гриль, что-то такое. Но я уже гриль убрала. Ладно, взяла 4 сыра попробовать. Потому что это не просто сыр, это 4 сыра. Значит, вкус должен отличаться. И сметана и лук. Ну, сметана и лук классически. Это одни из моих любимых чипсов сметана и лук. Сейчас все будем пробовать, крошки мои. Вот такую еще штуку взяла попробовать. Много еды, да? Сыр чеддер. Сыр чеддер тоже. Это без пальмового масла написано. Чипсы кукурузные со вкусом сыра. Кстати, там было написано, там новинка, короче, эти. Как их называют, твою женьхай? Дают в кинотеатрах. Опять я забыла. Дают в кинотеатрах. Называется кукурузные чипсы. Короче, я не помню, как они называются. Напишите мне. Я не знаю, все время они читасы. Нет, не читас, а эти. Нет, напишите вы. Короче, и они жесткие. Мне не нравится, что они жесткие, когда их ешь. И здесь тоже написано кукурузные чипсы. Мне кажется, эти вообще воздушные какие-то. Попробуем. Так, далее я взяла макароны. Деньки, мы берем вот такие макароны. Вы видели уже. Все липкое. Я вот ложу на пакетик здесь, чтобы вы не думали, не на покрывали лежит. Вот такие макароны. Я сейчас их пойду помою. Липкие макароны. Из твердых сортов пшеницы. Мы с Денькой любим вот такие. И вот такие вот бодрящие конфетки. Мы, наверное, в конце заедим ими сейчас. Они с имбирем. Вот что. Вот что. Вот что. Итак, давайте начнем с солененького. Начнем вот с этого. Да? Круглая. Ну все, это я как бы показала из вещей, что. Сейчас мы еду попробуем и заценим. Ух ты, как они здесь сделаны. Сейчас поближе засниму. Два таких кусочка лежат отдельных. Вообще крутень. Открываем и пробуем. Пахнет вроде нормально. Попить ничего нет. Вот это плохо. Слушайте, неплохо. Ну. Даже с пивком, знаете, нормально. С безалкогольным. Я, кстати, люблю только безалкогольное пиво. Мне нравится вкус. Ну, короче, соленые, да. Вот что-то такое. Далее. Давайте попробуем 4 сыра чеддера. Вот такую штуку. Ну, это написано чипсы, да? Чипсы кукурузные. Открываем. Ну, запах так себе. Вот приправа вкусная. А сам чипс мне не нравится. То есть ты кусаешь его. Приправа вкусно-вкусно. Потом, когда ты уже начинаешь есть сам чипс, имеет он какой-то привкус, который мне не нравится. Так что извините. Нет. Так, что у нас тут еще солененькое? Чипсы 5D. Давайте начнем с 4 сыра. Веселые подушечки. Классные такие. Да, выглядят они как подушечки. Вот такие вот, да? Воздушные. Мне кажется, их прикольно будет есть. Пробуем. Реально прикольно есть. Хрустящие, легкие. Не пойму, чувствую ли я картофель? Они вообще картофельные? Картошка где-нибудь нарисованная? Они пшеничные. Я чувствую, что я картошки не чувствую. Время плоских чипсов прошло. Наступила эра объемных. 5D удовольствий. Вкус и хруст сразу во всех измерениях. Не пропусти будущее. Вот молодцы маркетинг, да? Короче, мне нравится, если честно. Открываем вторые. Сметана, лук. Вкус. Прикольные. Кукурузные, может быть, они, конечно, чипсы более полезные, да? Специи вот эти вообще, конечно, не полезные. Например, кукурузная мука. Мука, она как бы более диетическая такая, да? Это, конечно, пшеничная обычная, да, получается мука. Более калорийная, наверное, я так думаю. Напишите, что думаете. Но если опустить именно специи, потому что специи это вообще не камельфо везде. Так, вот эти вафельки я не буду пробовать, потому что я знаю, что они вкусные. И печеньки, вот эти мюсли тоже не буду пробовать, потому что знаю, что они безли-бест, уже покупаю не первый раз. Мы сейчас с вами попробуем вот этот вот крем-мёд-имбирь и закусим всё это бодрящей конфеткой. Соль тоже пробовать не будем. Так, открываем. Пахнет. Интересно. А что же я ложку не взяла, дурында? Пошла за ложкой. У малого сел планшет, по-моему, сейчас он придёт. Надо быстрее снимать видео. Так, пробуем. Запах как будто с лимоном что-то. Имбиря особо не чувствую по запаху. Лимонненькое, кисленькое что-то. Слушайте, я такой отчётливый вкус имбиря, который я не люблю. Но он так интересно сочетается с мёдом, что я бы его употребляла. Даже вот это вот как греет, что ли, да? Вот это прям кусочки как будто имбиря. Реально. Кусочки имбиря. Покалывание вот это вот есть даже. Слушайте, но для тех, кто любит имбирь, это точно понравится. Если мне понравилось. Рекомендос. Ну и теперь, блин, опять имбирь. Конфетка. Имбирная. Господи, да всё ж такое липкое. Я надеюсь, она не будет сильно там вот это вот имбирь вот этот вот. Ой-ё. Это конфетка. Вот такую конфетку, Даня, тебе точно нельзя. Такое ощущение, что я взяла просто вот этот имбирь розовый из-под суши. Ну просто я его смактую. А он такой ещё каждый раз его смактуешь. Он отдаёт свои какие-то соки. Всю вот это вот жжение, какой-то горечи. Вот этот яркий вкус. И он всё отдаёт. С новым и с новым вкусом. Мне вообще не нравится. Это не моя конфетка 100%. Но для тех, кто любит имбирь, вам очень понравится. Ах, хочу скорее воды запить. Сейчас приду. Ой. Фух. Мои хорошие. Да, конфетка, да, да, да. Жёсткая конфеточка. Короче, всё я вам показала. Мои ласковые, мои любимые, мои солнышки. Посмотрела губы, чтобы у меня ещё не стёрлись. Не съела ли я их. Нормальная. Помада, кстати, с Алиэкспресс. Какая-то вот коричневенькая, матовая, кайфовая. Она так вот сразу и легла, и вот супер. Чуть-чуть, чуть-чуть липнет, но вообще не напрягает. Не надо губы вот это вот облизывать, да, и не будет напрягать. Короче, всё супер. Ну, кроме того, что я вам показала, вы поняли, да. Если что, бегите фикс прайс. Всё это ещё должно быть. Это свеженькие новинки. Которые новинки, да. Которые я показала не новинки. Они уже не свеженькие, уже не новинки. Всё, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Прощаюсь до следующего видео. Напоминаю, что весь фикс прайс вот такого формата, да. Обзоры прямо вот так на кровати моей. Фикс прайс на кровати, мы его назовём его, да. Я переношу на второй канал. Поэтому, если вы ещё не подписаны на мой второй канал, обязательно подписывайтесь. Будьте подписаны на оба канала. Потому что на втором канале я тоже стараюсь делать интересный контент. Особенно, кто любит косметику, распаковочку и покупочки, вам туда. Я, может быть, даже название там немного поменяю. Типа «Шоппинг с Селеной», да. И если будут у вас какие-то идеи, как второй канал можно переименовать. Сейчас он у меня называется «Шоппинг лайв», да. Но название немного такое какое-то не привязано ко мне, да. Какое-то вне личностное, да. Хочется туда привнести себя, потому что это тоже канал со мной, в моём стиле, как бы, да. Просто немножко разделю, да. Разделю, разделю, разделю. Здесь хочу экспериментировать. А вот фикс прайс, я там уже снимаю фикс прайс с полочек, да. Я там снимаю распаковку разную и тестирую продукты. Фикс прайс хочется туда перенести, потому что, ну, вполне себе актуально, да. Я надеюсь, вы не против. Скажите, как вы смотрите на эту мою идею, вот. И напишите, кто подпишется на мой второй канал, кто уже подписан. Большое вам спасибо, что поддерживаете меня во всех моих начинаниях. Всё, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok